Возвращаемся к нашему Прилепину, которого ты мне не даешь обсуждать. Скажи, пожалуйста, Прилепин правильно сделал? О, ну и вопрос. Всю неделю о нем рассказывает. Внимание, а Захаре Прилепине целую неделю спорит вся Москва. Значит, а есть госпожа, которая сказала, что когда его убьют, она выпьет... Когда ему отстрелят голову, она откроет шампанское. Понятно, что Вере Полосковой придется умереть, так и не отведав ни капли шампанского. Вообще никогда. Вера Полоскова, мне очень жаль, что вы дали этот страшный обед. Вы никогда в жизни, вы вообще никогда в жизни не отведаете ни капли шампанского теперь. Проклятие, Сергей Дарьенко. Да-да-да. Потому что Захар Прилепин будет жить вечно. По крайней мере, следующие сто лет точно. Продолжайте. Что? Основной вопрос в соцсетях для тех, кто не поддерживает всю эту военную операцию, это что делать, если Прилепин мне нравился как писатель? Как мне теперь к нему относиться? Потому что он очень многим нравится как писатель. На самом деле, хороший писатель Прилепин. Прозаик. Прозаик, да. Скажи, пожалуйста, ты можешь отделить просто писателя от его творчества? Это можно. А текст? Я тоже. Я даже не задавалась таким вопросом. Для меня отдельно существует. Я думаю, например, сейчас я скажу вещь, от которой я думаю, дурно станет Минкину, Александру, например. Но я думаю, что если бы я был современником Пушкина, то я бы, в общем, его недолюбливал. Почему? Ну, он такой был, как мне представится... Как личность. Как личность, конечно. Я не смог бы с ним контактировать. Я бы не смог с ним контактировать. Если бы я был современником, и мы бы учились в одном царскосельском лицее, и мы бы... И все, и все. И вновь я посетил, и так далее. Дружи в Реслый уголок. Значит, я не мог бы с ним дружить. Я не мог бы с ним контактировать. Потому что мне кажется, что он был такой очень подвижный, очень такой суетной, как мне кажется, все время направленный на какой-то тлен. На какой-то тлен постоянно. Выяснение каких-то отношений. Какой-то странный человек. Я не смог бы с ним контактировать. Я смог. Если бы я жил, был современником не Прилепина, а Пушкина, я бы сказал себе простую вещь. Отдели творчество от персоны, отдели творчество от личности, отдели текст от контекста. И контекст пусть себе живет, как хочет. Контекст, вообще говоря, занимается модной одеждой. Прилепин. Ну, да. Нет, Прилепин. Захар Прилепин. Захар Прилепин. Занимается созданием и дизайном, и конструкциальным бюро как каким-то модной одеждой. Вот это ватник. У него ватник. Да, 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 я помню. Там принты какие-то были. Принты какие-то и все такое. Он занимается модной одеждой. Для того, чтобы модная одежда продавалась, он, значит, в момент ожесточенного перемирия, когда Авдеевка закончилась, он посетил Донецк, где произнес несколько каких-то кармических проклятий в адрес, значит, Киева. После чего, я не знаю, пошли ли продажи вверх. Ну, дальше что? Кто ему будет отстреливать какую-то голову? Товарищи, это вообще не имеет отношения никакого. У человека семья, четверо детей. Ему нужно продавать чертову модную одежду. Ему нужно это продавать. Но он ее продает. Чего вы паритесь-то, я не понимаю. 7373948. Алло, здравствуйте. Доброе утро, Сергей. Здравствуйте. Видите ли, я очень высоко ценю творчества Веры Половсковой. Да. Это протеже Эдуарда Лимонова. Вот это, что вам сказать, не город, а богатильня. Каждый здесь носит себя кудахты и кривясь. Да. Споря ежиутренне, выпивая еженедельно, набирая долги за свет, интернет и связь. Замечательная дама, но она, видимо, в эмоциональном порыве, болея за Прилепина, за то, что мужчиной движет его эго, да, все поглощающее, вероятно, вот произнесла такой обед, от которого ей самой не слишком легко. Скажите, пожалуйста, я думаю, что вы видите опасность какую-то для Прилепина или считаете, что это чисто маркетологический ход? Я не думаю, что это чисто маркетологический ход, но большой опасности для господина Прилепина, мне кажется, по меньшинерии я не вижу. Я вообще никакой опасности. Почему, Сергей? Ведь они же там друг друга взрывают. Кто? Ну вот эти вот ополченцы. Прилепин-то где сейчас находится? Он политрук. Где он находится? В батальоне. Секунду, где он находится? Он находится на передовой, если я правильно понял. Сейчас мы посмотрим. Скажи. И, по крайней мере, я не знаю, насколько человек эффективен в том, чего он хочет добиться, но, как минимум, известность его лица, не важно, это Прилепин или не Прилепин, важно, что он возник на телеэкране. Да. У меня такое ощущение. Да. Я вдруг стал Веру Полоскову читать по вашей наводке, вы знаете? Может, он хороший? Да. Да. Вдруг, вот вы сейчас говорите, а я читаю. Вот поэтому взгляд твой жаден, и дыхание как прибой, ты же знаешь, он беспощаден, он расплавит меня над тобой, он разъест меня черной сажей, злых волос твоих, злых ресниц, он, наверное, заставит даже умолять его, подать ниц, и распнёт ведь не на Голгофе, ты быстрее меня убьёшь, я зайду к тебе выпить кофе. И умру у твоих подошв. Ну что, а? Да. Ну что, разве это плохо? Это хорошо. А? Чуши не пороть, пороскование, дорогой Господь, дай такого мне, чтобы был свиреп, был как небоскрёб, чтобы в горле рэп, а во взгляде стёб, чтоб слепил глаза, будто же стеной, чтоб за ним, как за каменной стеной, ту же, что бревнея и крепче, чем броня, чтобы был умнее и сильнее меня, чтобы поддержал, если я бессил, чтобы не брежал, чтобы не бессил, чтобы был халён, чтобы был упрям, чтоб у этой вон, идеальный прям, чтобы пыль вокруг, каблуком клубя, он пришёл, салый вдруг, я люблю тебя, а? Ну так, побообью, так хорошо как-то. Ну скажу, хорошо, возвращаемся к Прилепину. Где Прилепин находится? Сейчас, вот не могу, да, и он пишет письмо Порошенко, он пишет письмо Порошенко, в ответ на то, что он, где он пишет письмо, можно эту новость открыть? Возбудили, против него дела. Они открываются, так сайту устроен, я тоже прошу, товарищи, где находится Прилепин, официальный сайт писатель, вот дайте туда, где он пишет письмо Порошенко, где, где он находится? Я не говорю, что он находится в Ницце, я не говорю, что он находится в Ницце. За его творчеством я следила по комсомольской правде, но сейчас я хочу пойти на его сайт. Да. Прилепин повлечёт за собой ещё гору мяса, и в этом его вина. Он не Байрон, говорит, в 84-м. Почему не Байрон? А почему он не Байрон? Почему он не Байрон? Откуда вы знаете, как раз Прилепин наиболее байронистическая, мне кажется, фигура? Уже 24 февраля у него встреча на набережной Крюкового канала 12, замечательное место в Петербурге, очень красивое. Слушайте, он на Крюковом канале в 20.00 выступает перед людьми. Это что передовая? Горген, какая передовая? О чём вы сейчас говорите? И в ближайшие два месяца его расписание вот на сайте, тут можно посмотреть, оно очень плотное. Узнал про Прилепина, говорит Ив, или это ЛФ у вас, пошёл на его сайт, нашёл банковские реквизиты и отправил деньги, говорит Ив или ЛФ, неважно, 87-й. Понятно, в чём дело? Вот же в чём дело. Он вёл передачу на РНТВ про музыку, говорит пирожок с корицей. Это неважно, он мог их записывать впрок. Прилепин сделал то, что хотят сделать многие из нас, но быт, семья, кредиты не дают таких свобод на принятие таких мужественных решений. Кот. Кот пишет. Кот, 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 давайте голосовать. Давайте голосовать. Я, достаточно зайти на сайт Захара Прилепина в раздел анонсы, чтобы понять, что не скоро Вера Плоскова сможет открыть шампанское. В феврале-март у Захара расписано буквально по часам. Захар, Захар Прилепин, РУ, анонсы, найди мне анонсы, анонсы, напиши, анонси, анонси, РУ, у него, значит, есть и англ, то есть у Захара Прилепина то же самое есть по-английски, для того, чтобы НАТО могло проследить за его шагами. Нет, анонсы, напиши, пожалуйста, здесь Захар Прилепин, РУ, смотри на меня сейчас, смотри на меня внимательно, здесь слэш поставь, слэш, слэш, да не надо же, все, слэш, РУ, 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 напиши РУ второй раз, еще раз РУ, тебе говорят, РУ напиши, слэш, анонси, анонси, и с точками, так? Си, да, анонси, С, С, не С, а С, анонси, точка, HTLM, HTLM, ML, 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 Боже милости, хорошо, наконец, нам удалось, нам удалось, анонсы, сфера, 17 числа, в Вольске, товарищи, Гурген, Гурген знает, что он на передовой, секундочку, Вольск, где тут Вольск находится, черт знает где, Вольск находится, где бы то ни было на передовой, встреча с Захаром Прилепином, и моноспектакль, ты че такой, пахнюпый, 18 число, это что, сегодня 17, сегодня в Вольске он, Вольск, город на передовой, неважно, потом, встреча с Захаром Прилепиным, завтра, 18 числа, и моноспектакль, ты че такой, пахнюпый, Пенза, Пенза, город на передовой, правильно, дальше, 21, 19, 20, ничего, 19, 20, это воскресенье, понедельник, во вторник, пресс-конференция, пресс-конференция Захара Прилепина в ТАСС, посвященная выходу книги, взвод офицера и ополченца русской литературы, 22 число, это вторник, нет, среда, простите, Москва, встреча с Захаром Прилепиным в магазине молодая гвардия у улицы Большая Полянка, начало в 19 часов, можно прогуляться, Пожалуйста, дальше, презентация, секундочку, 23 число, это вы знаете, четверг, Москва, презентация книги взвод офицера РЛО, библиоглобус на Мясницкой, 24 число, Санкт-Петербург, творческий вечер, 25 число, лекция Захара Прилепина в госисторическом музее в Москве, 1 марта, Челябинск, творческий вечер Захара Прилепина в рамках международного фестиваля, человек, театр, 3 марта, открытие выставки художницы, Алисы Башко, 7 жизней Захара Прилепина, где он присутствует, 14, у него есть 11 дней на передовую, включая 8 марта, затем Познань, 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 город на передовой, как вы знаете, встреча с Захаром Прилепиным на большой сцене Польского театра в Познане, 18 число, марта, это марта, встреча с Захаром Прилепиным, презентация новой книги, 24 число, Петербург, Мурманск, Ижевск, и так далее, каждый день, ребят, ну как передовая, ну что, ну давайте, ну давайте, ну прекратите, ну прекратите. Но он же поехал, ну, это был жест художника, художника, и в то же время, это был жест бизнесмена, Захар Прилепин продает одежду, еще раз, ну правда, ну давайте, я не говорю, у него есть убеждения, но у него есть четверо детей, он их должен кормить, не может только книгами кормить, пойми ты, даже Пушкин жаловался на, на Бесхлебецу и Недородицу, Пушкин жаловался, писательским, писательским ремеслом, если ты не журналюга, а в смысле, если ты не продажный журналюга, писательским ремеслом, прокорниться тяжеловато, ты знаешь, что я написал книгу? я написал две на самом деле но вторую моя жена про меня слушай значит это сам она собрала мои тексты значит на самом деле тебе за книгу дают 10 рублей сколько вы продают за 300 рублей тебе дают 10 понятно художник значит ты получаешь со ста экземпляров сто раз по 10 ты поняла 1000 рублей тысячи экземпляров ты получаешь 10 тысяч с тысячи а сколько ты продаж сколько ты их продаж ты же не ленин и не господь бог чтобы продавать эти лучше ну правда у тебя у кого тиражи то самые большие у тех у кого как новости существует два аспекта дайте я оба назову пожалуйста мне кажется мы должны систематизировать наше представление во первых и они кстати говоря друг с другом связаны не напрямую эти два аспекта во первых захар прилепен геройский как-то сказать воин геройский воин или нет и второе вне зависимости от этого его его посыл его месседж его его если можно сказать вдохновенная вдохновенный призыв вдохновенный призыв это хорошо или плохо понимаешь но почему я тебе объясню например он может он может быть настоящим воином или имитировать это имитировать очень тяжело и теме ими Почему тяжело? Вот смотри, 20-й пишет. Есть два аспекта. Первый. Он может настоящим воином или имитировать это. И второе. Даже имитируя это, и даже не имитируя это, а просто распространяя некий вдохновенный призыв, он служит делу добра или наоборот, как вам кажется. Голосуем? Да. Голосование? Сейчас. 58-й. Вот по 58-й в этот момент подключается. Послушал бы ты сам себя со стороны базарной, каркающей и так далее. Мерзавец. Я мерзавец. 58-й. Поехал воевать с украинцами. Ужасный выбор. Это похоже на пиар, говорит, 603-й. Это старое расписание. Он теперь уже ему не следует. Но это у него на сайте, простите. Откуда вы знаете 26-й? Прилепин уже несколько месяцев. Служит в Донбассе. Летает туда-сюда. Он служит в Донбассе, летает туда-сюда. Вся информация от него в LiveJournal. Это не жест. Я давно за ним слежу. Шумиха поднялась после его статьи в Комсомольской правде. Пишет 20-й. Культ Прилепина развенчан. Пишет 12-й. Зачитайте список. Еще раз я записываю. 500-й. 500-й. Вам проще зайти на его сайт. Захар Прилепин. Точка. Ру. Вы... Ты посмотри, сколько вот... Ты посмотри. Мне кажется, что люди боевитые и такие духовитые, они ко мне все обращаются на ты. Вероятно, мы вместе где-то были с вами, товарищи. Может быть, в университете. Мы с вами учились. Может быть, я сейчас не помню. Ну, может быть, я в сотруднении. 59-й. Ты посмотри, сколько он гуманитарной помощи везет в Донбасс. А вот от тебя одна лечь пустая. Что такое лечь? Лечь. Речь. Наверное. Нет. Как это лечь. А вот от тебя одна лечь. Ну, лечь... Может быть, ругаться как-то. И пустая болтовня. Тут я согласен. Думаю, зависть у тебя черная. Не, у меня нет зависти. Абсолютно. Не-не-не. У меня, может быть, некоторое пренебрежение прозвучало в речи. Пренебрежение. Записи завести не было. Нет. Сергей, в Ивановской области судят пенсионерку за то, что она украла из магазина еду на 560 рублей. До шести лет, пишет Карабас. До шести лет. А там в тюрьме же будут кормить Карабас. Как раз, может быть, это и выход. И свеженькое стилите. И, может быть, это и выход. Ведь отношение к тому, что делает Прилепин, оно диктуется внутренним отношением к тому, что происходит на Донбассе. И какую сторону занимает человек, такую, соответственно, такая у него и оценка. Да. Да? То есть, если кто-то считает это все, там, терроризмом, например, сепаратизмом и так далее, то осуждает. Вот еще очень прекрасное, Алексей, Алексей, мне очень нравится. Алексей, Сергей, проблема в том, что вы судите других по себе. Не все считают курс доллара. Поймите. Нет, ну хорошо, Алексей, я все-таки, извините. Ну и здесь я ни в коей степени не пытаюсь очернить Захара, до которого там представительный у него. Вы знаете, он очень интересный, цельный человек. Ищущий очень человек. Абсолютно творческий, конечно. Вот. И при этом... Настя, откройте мне эту ссылку, пожалуйста. При этом у меня, например, бизнеса нет. Ну просто нет, и все. Вот я читаю на сайте rps-brand.ru каталог коллекция с Захаром Прилепиным. Одежда. Ну вот он же, вы знаете, что он продает одежду. Под его именем продают одежду. Вот. Коллекция одежда от Захара Прилепина и другие совместные коллекции оптом. Футболка SS-15. Я пришел из России. Мишка с купцами. Мишка с купцами. 1299 рублей. Ватник женский. 12 тысяч рублей. Ватник женский. 12 тысяч рублей. Ватник мужской. 15 тысяч рублей. Значит, ну то есть шарф, я не знаю, шарф, мне кажется, просто отдельно продается, да? Еще. Ватник мужской. Моделей ватников много. Я вот вижу четыре модели ватника. Некоторые из них стиль бомберс. Вы знаете, американский стиль бомберс. Косухи по-русски. Косухи, косухи, которые очень любят кавказцы. Кавказцы любят косухи. Кавказцы любят косухи. Правда? Они любят коротенькие курточки. Особенно с ним, когда минус 25, минус 30. Они все время ходят. У меня садовник тоже такой же. Потом он простужается в результате, и я ему ношу террафлю. Все время. Мне кажется, это так. Я пришел из России. Футболка. 999 рублей. Ватник муж-косуха. 8 тысяч рублей. И так далее. То есть это... Я не осуждаю ни в коем случае. Но я вам обращаю... Ваше внимание обращаю, что вы думаете, что... Например, что я материалист, считающий курс доллара. А там, предположим, господин Прилепин абсолютно человек духовности. Я не меряюсь с духовностью. Думаю, что у Захара, конечно, ее больше. Ну, там, определенно больше. Потому что я все-таки ироник и саркастик. А ироники и саркастики, они в духовности никогда не достигали высот. Никогда в жизни. Значит, конечно, духовности у него больше. Но и сметки у него больше. У него, пожалуйста, магазины. У него, пожалуйста, модели одежды. Которые он ходит, пропагандирует. И так далее. Понимаете? Поэтому не надо здесь... Как больше у него, у него больше и духовности, и сметливости в бизнесе. Так что духовности больше, я согласен. Ну и сметливости больше. А у меня никакой сметливости в бизнесе нет. Нет. Я открывал какие-то дурацкие фирмы, которые... В Истрии, помнится, в Истрии я открыл какие-то фирмы. Чем они не занимались? Ничем. Они занимались тем, что они открывались, а потом закрывались. Вот у них примерно так. Так, хорошо. Поехали дальше. 7-3-7-3. А как же радио? А что радио? У меня здесь нет доли. У меня здесь нет доли. Вы думаете, что у меня на радио доля какая-то? Нет, товарищи. Меня обидели. О-о-о, пойду плакать. Хорошо. Значит, я хотел бы разделить этот вопрос на двое. Первый. Воин ли... Вы полагаете, что Захар Прилепин все время сидит на передовой, и он воин? Первый. И второе. Вне зависимости от того, находится ли он на передовой, сам посыл творческого человека, человека авторитетного в обществе, лидера общественного мнения, хорошо это или плохо? 7-3-7-3-9-4-8. Алло, здравствуйте. Здравствуйте, Сергей. Да. Ну, я считаю, что это то, что он делает, это плохо, потому что мы же открещиваемся от помощи Донбассу, так сказать, на словах. Вот. И второй момент. Почему, почему? От участия? Нет, мы не от помощи, мы от участия открещиваемся. Мы постоянно говорим о том, что 645-й конвой МЧС движется на Ростов. О чем вы говорите? Мы никак не открещиваемся? Нет, нет, в том смысле, что вы поймите, мы считаем, что грузы едут, а мы ни при чем. А тут едет апологет, какой-то наш апологет и начинает вести пропаганду. Еще второй момент. Дело в том, что, к сожалению, воюют не очень взрослые мужики, понимаете, воюют пацаны. Получается, что славяне слаган убивают, и ну какой в этом пафос ты? Даже если ты хохлы и мы. Ну, не знаю, там же мы спорим, в том числе, за прошлое. Мы же спорим за... Убивают за живых людей. Ну, мы спорим за прошлое, за трактовку прошлого. Дети-ампутанты едут за это. А потом, почему вы называете его Прилепиным? Вот как вы Гундяева-Гундяевым называете, как его фамилия, этого Прилепина? Не помню. Я не знаю. А разве это имеет значение большое? Имеет, имеет. А что он под свою фамилию не ездит? Настоящее имя Евгений Николаевич Прилепин. У него Захар, Евгений поменен на Захара Прилепин, как был, так и остался. Ну, хорошо, а почему он Захар? Ну, какая вам разница? Ну, я тоже поменяла фамилию. У меня была Делева, стола, ножка. Едет фитературный персонаж или едет человек? Едет человек. Он теперь Захар. Ну, человек-бизнесмен, который меняет свое имя ради продаж, который продает в вазе, в 12-х годах. Были соображения. Этот человек представляет Россию, правильно? На самом деле, у меня была, на самом деле, фамилия. Меня не интересует его фамилия, если честно. Вообще никак не интересует. Вообще какое-то имеет значение. Вообще никакого. Может, меня есть все, что угодно. Вообще никакого, но, я не знаю, просто цепляются к нему, и все. У меня не интересует, я просто знаю, что она была какая-то другая. Мне говорил, знаешь, что мне говорил? Мне говорила одна журналистка, которая с ним работала в Нижнем Новгороде. Она работала с ним в Нижнем Новгороде, и он там работал под другой фамилией, не прилепил. Ну, я не знаю, но это вообще не парит. Какая мне разница? Так, а как может быть хорошо, вот там что-то говорит? Должна быть дисциплина, как в этом самом, в интернете. Вы никнейм свой называете, у вас никнейм такой, все. Кого парит, зачем копаться, что это, ну, кому это нужно? Ну, не надо цепляться. Нет, он как под какой-то, он не Захар, но прилепен, говорит, великий немецкий. Нет, он в Нижнем Новгороде работал под какой-то другой фамилией, сейчас неважно. Не надо цепляться. Упаси, Господи, вас искать, вот это, как будто это хоть что-нибудь, хоть что-нибудь решает. Забудьте, раз и навсегда. 7373948. Нет, меня интересует вот Михаил сейчас, как либерал и экономист. Пожалуйста, слушаю вас. Ну, добрый день. И еще всю мою жизнь я бью головой по мечу, я все время на поле. И вроде как-то мозги еще, как вы оцените. Да, 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 да. Значит, я так скажу, для меня прежде всего, там где речь идет о литературе, где произносится это слово, это является решающим. Ну, конечно, вся жизнь в аналогиях. Геома Полинер, величайший поэт, умер от ран, первым героем войны. Это поляк, отдавший жизнь за новую родину, за Францию, он был в Верденах. Это подлинно. Байрон тоже подлинно. Хотя в его поступке есть там составляющая женская и так далее. Он бежал от несчастной любви. Но он великий поэт. Да. Что до Прилепина, то это, конечно, перо ОМОНовца. Вот. Я так прочитал, ну, литература представляет для меня всю мою жизнь. То есть жизнь без литературы, я вообще считаю, бессмысленной деятельностью. Ну, скажите, просто хорошо, можно вопрос? Вот, например, когда Санька, когда Санька убегает от ОМОНа в Саньке, разве это не заставляет вас трепетать? Окей, ну, это сейчас вот вы мне давите полминуты, ну, давайте так. Не забывайте, пожалуйста, ну, говорите, ну, что вы, ну, зачем? Нет, это вторично все. Но дело не в этом. Естество тоже может быть ложным. Дело в том, что это масс-культура. Прилепин прекрасно чувствует себя в условиях массовой культуры. Она родилась не сегодня. Жан-Поль Сартер тама об этом написал. Но оно все произошло. Поэтому он может и на передовой в ватнике своем появиться запросто. И шмель там просушить. Но я вам так скажу. Депардье честнее поступил. Понимаете? Он не менял, он не пытался нас очень сделать серьезными. Он просто сказал, что ничто человеческое ему не чуждо. Конечно, Прилепин это делец. Но инструментом его дела, к сожалению, в какой-то части является кровь. И самое главное, самое главное, неокрепшие души. Понимаете? Вот то, что он делает, это для меня противно. Потому что обязательно найдутся молодые якобинцы, которые полюбят его, как представят себя членами некого ордена. И, возможно, даже купят его косоворотку. А вообще, я всю жизнь занимался бизнесом. Но такой бизнес, который вы сейчас нам показали. С его, значит... Почему? Я уже видел людей в этих ватниках. Я уже видел. Это мерзко, это омерзко. Почему мерзко? Почему? Ну почему? Ну дайте я здесь обижусь. Потому что он претендует на какое-то духовное срабство. Смысловые, смысловые. Нет, нет, он ловит смыслы. Это нормально. Ватник. Значит, возникло слово ватник. Вы же знаете из истории. Блистательный человек, Михаил. Вы же знаний у вас больше, чем у всех нас вместе взятых. Вы же знаете, что те же гуситы чешские брали обидное прозвище на себя. И много было таких случаев. Я вам больше скажу. Я вам больше скажу. Революция санкулетов. Мало кто понимает, что такое санкулет. Это штаны. Штаны. Точно так же Захар взял этот термин ватник, который был разработан врагами или противниками. Как обидный, как обидный. И вознес его на знамя. Разве это плохо? Ну почему? Сергей, в стране, которая умылась кровью от коммунистов, от всех этих перипетий гражданской войны, он сейчас фактически призывает убивать жидоукраинцев или кого. Почти уже. Нет, вы приписываете, вы приписываете. Ну нет, я его слышал в выступлении. Вообще, мальчишка такой верткий, нелишенный таланта словесности и так далее. Но на всю катушку, использующий вот эту неокрепную зелень, понимаете, тащить, он обращается к зелени. Но он же работает со смыслами. Подождите, но он работает со смыслами. Смыслы. Они слишком пали, эти смыслы. Это то, что трагедия и фарс. Вечный пример, понимаете. Мы слишком большую цену Россия отдала, чтобы вот такой прилепим походя, продавая ватники, еще и тащил нас в новый мир. Опять, ведь это все опять, опять предчувствие нового мира. И человек у нас в этой ужасной состоянии, в котором мы находимся сейчас, естественно, это оценит как светлое пятнышко и пойдет. Плохо это. Надо заниматься пацифизмом в нашей стране примерно тысячу лет. Тысячу лет отдавать на заклане всю свою жизнь за мир. А он что, ватник на передовой, и все разберу, перо ОМОНовца в нем никогда не умрет. Я думаю, что вы негативно настроены. Мне кажется, вот давай я попробую. Михаил, если позволите, я попробую вам ответить, но я уже на вас не перебиваю, а я отвечу вам, когда я разъединил телефон. Значит, крутой слушатель хорошо сказал. Говорит Сергей, вот этот господин пристал коммунистом, была страна территория смыслов, сейчас Миша бизнесмен с желчью брызгой. Говорит Рамси Болтон, по мнению Михаила, когда, что по мнению Михаила, хорошие времена. Давайте так, ватники в СССР носили не только солдаты, но и зэки. Самое печальное, что многие из них в ватниках с передовой шли в лагеря. Напоминает нам Александр историю. Сергей требует, чтобы вы дали час в неделю Михаилу. Пересков. Если кто и умоет Россию кровью в 2017 году, так это Прилепин из Донбасса. Ну хорошо, товарищи, я вижу, что вы разделились. Скажите, пожалуйста, поступок... Голосуем. Давай, 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 раз они разделились, давай ему голосовать. Давайте, дорогие, мы вам даем голосовать. Очень хорошо. Все, и все. Давайте. Поступок Прилепина, вне зависимости от фактического его находения на фронте. На фронте он находится и не на фронте. Он уже несколько месяцев там находится. Да, несколько месяцев он все время на фронте. С другой стороны, он все время выступает где-то в России здесь со спектаклями. И все это как-то сочетается, и плевать на самом деле. Значит, тем не менее, месседж художника значит зачастую больше, чем его физическая деятельность. Понятно, да? Художник ямы не копает. Художник говорит слово. Он говорит слово, и потом миллионы встают и идут. Снимет фильм. Сам художник при этом может заседать спокойно где-нибудь в Майами. Какая вам разница? Я про то, что его слово, слово его, оно обладает магическим действием. Вы поддерживаете Прилепина в этом месседже. 134-27-35. Вы не поддерживаете Прилепина в этом месседже. 134-27-36. Вот и все. Сейчас, вы знаете, его месседж концентрированный, вы понимаете, в чем, да? Он говорит, что он дойдет до Киева. Вот, так сказать, вот в этом месседже, да, максимализм такой. Мы дойдем до Киева. Насколько я понимаю, этот максимализм не, собственно, не только Захару, а он отражает в этом своем месседже, он отражает точку зрения многих людей в Донбассе. Очень многих. Огромное число людей в Донбассе. В том числе воюющих людей в Донбассе. Вот это, мы дойдем до Киева, значит, и мы в Киеве, там, поговорим с Порошенко. Вот этот месседж, он не случайный, он не случайный. И не Захар его придумал. Захар его вербализовал и дал ему, как сказать, широкую огласку, потому что так говорят командиры там в Донбассе. Захар сделал так, чтобы это услышали все. Понятно, о чем я говорю, да? Все. Погнали. Значит, у меня очень много, у меня уже 600 человек. Захар прав. 53 процента, не прав 47. Прав 53, не прав 47. Пожалуйста, проголосуйте. Смотрите, очень спорное голосование. Спорное в том смысле, что близко к 50. Оно близко к 50. Сейчас 54, прав 54. Опять 53. Опять 54. Вот здесь же меня мерцает все время. Цифра поставлена. Сейчас 53 опять. Было только что 54. Прав. И, соответственно, 47-46 не прав. 54. 700 человек проголосовало. 700. Пошли дальше на 800. Значит, я продолжаю с вами говорить. Вы пока звоните, пожалуйста, и голосуйте. 7373-948. Алло, здравствуйте. Здравствуйте, Валерий Москва. Здравствуйте, Валерий. Вы знаете, Сергей, заткнуть могут, конечно, и штанами, которые сейчас говорили. Нет, Сан-Кулот, это знание истории. Как русский офицер, русских офицеров очень много было в Италии. Да. За справедливость боролись. Я сейчас не помню, в Югославии, по-моему, в Болгарии. Вы ошиблись. Можно, у вас есть минута? Да. Мне очень важно, чтобы вы услышали, потому что вы не услышали. Просто, когда людей оскорбляли во время войн, когда людей оскорбляли, оскорбительное, пренебрежительное наименование часто брали те, кого оскорбляли, специально, и начинали им гордиться. Понимаете? Да. И об этом было сказано о Сан-Кулотах. Штаны. Штаны. Их называли штаны. И они взяли это название и стали им гордиться. Это не... Это, Сергей, это я понял. Спасибо. Но нам все время в пример ставят именно то, что Захар пошел как русский человек. Понимаете? Это хорошо. А какой еще он может быть? Он пошел выливать троцкисты бандеровской фабхунты этой. Подождите, троцкисты тоже они? Я вот это для меня неожиданно. Мы неотроцкисты, и это сейчас очень тема такая развита, если углубляться в этот, то троцки много чего он понаделал и русской крови пролил. Я, честно говоря, сейчас в затруднении. Вот вам, пожалуйста, портрет. Насчет троцкистов я начинаю сомневаться. Портрет сторонника. Портрет сторонника. Да, да, известный себе. Конечно, конечно, гротескный. Гротескный портрет. Хорошо. У меня 900 человек. Я давайте остановлю, потому что я понимаю, что сейчас и тысячи перемахнем, и все. Очень активно все люди звонят. Просто ничего не меняется. Запиши, пожалуйста, Настенька. Секунду. Дождемся, когда наконец все это осядет. Ничего не поменялось. У нас 900 человек позвонили, и очень активно шло голосование. Тем не менее, мы его отключили. 54% поддерживают Захара Прилепина. 54% 46% не поддерживают. 54% считают, что он прав. Даже если, внимание, не имеет значения. Еще раз. Художник не обязан сам копать канавы, траншеи и бегать с лопатой. Или бегать с винтовкой. Не обязан художник. Его слово отзывается в сердцах миллионов. Это мы знаем. Слово Захара, наоборот, сам кюлот, это без штаны. Без штаны. Вернемся к сам кюлотам непрерывно. Так вот, слушайте. Значит, Захар словом будет людей. И это хорошо. 54%. Плохо. 46% в движении. Я тебе скажу цитату сейчас. Все. Я тебе скажу цитату из Маяковского. Обращенный к нам с тобою. Михаил, вы с нами. Михаил, и к вам обращенная цитата. Мы не имеем права обсуждать Захара Прилепина и его поступки. Мы не имеем права вам, проживающим за оргией, оргию, имеющим ванную и теплый клозет. Как вам не стыдно, а представленных Георгию вычитывать из столбцов газет? Знаете ли вы, бездарные многие, думающие нажраться лучше как? Может быть, сейчас бомбой ноги выдрало у Петрова поручика, если бы он, приведенный на убой, вдруг увидел израненный, как вы, измазанный в котлете губой, похотливо напиваете северянина? Вам ли, любящим баб до блюда, жизнь отдавать в угоду? Я лучше в баре ветреницам буду подавать ананасную воду. Маяковский, 15-й год. Значит, мы не имеем права обсуждать Прилепина ввиду того, что мы похотливо напиваем северянина. А что именно имеется ввиду из северянина, ты знаешь или нет? Ну, северянин такой прекрасный, так все что угодно можно напить. Какая строка из северянина вызвала гнев Маяковского? А вы знаете? Я знаю. Какая? Я просто учился в школе. Укололи. Ну, укололи у меня, во все тело прям укололи. Учился в школе. Я в литературном классе. Пройтиться по морской с шатанками, он говорил. Вот эта фраза... А почему он так... Пройтиться по морской с шатанками. Ходить в театр, в кинематографы, писать стихи, купить трюмо. И много нежного и доброго вложить к любимому в письмо. Пройтиться по морской с шатанками. Ты знаешь эту вещь или нет? Нет. Она же вызвала адский... Она же вызвала адский гнев. В соцсетях. В соцсетях того времени. Сейчас секунду, когда найду из изменений, мне очень стыдно. Теперь я ищу. Теперь я ищу. Нет, я учился тем не менее в школе. Не сразу могу, не сразу могу. Я знаю, на что отвечал Маяковский. Маяковский отвечал. Вот это в 14 октябре северянин пишет. Еще не значит быть изменником. Известный сектор. А Маяковский потом, вот что он ветреницам в баре будет подавать ананасную воду. И поручику Петрову отобрал ноги. Еще не значит быть изменником. Быть радостным и молодым. Не причиняя боли пленникам и не спеша в шрапнельный дым. Ходить в театр, в кинематографы. Писать стихи. Купить трюмо. И много нежного и доброго. Вложить любимому в письмо. Пройтиться по морской с шатенками. Свивать венки из кризантем. По-прежнему пить сливки с пенками. И кушать за десертом крем. Еще не значит. Прочь уныне, ядовитая хандра. Война войной. Но очи синие. Синейте завтра, как вчера. Война войной. А розы розами. Стихи стихами. С нами сны. Мы живы смехом. Живы грезами. А если живы, мы сильны. Желание жить. Сердца упрочены. Живи, надейся и молчи. Когда же настанет наша очередь? Цветы мы сменим на мечи. Понятно? И тут же ему отвечали. Довольно всякой дрянином. Стихийный хлам. Молчать бы северянином. Не время для реклам. И так далее, и так далее, и так далее. И он отвечает. И так далее. Там же было потрясающе. С каким чувством юмора-то северянином. Да-да-да-да-да-да-да. Отвечает. Да. А мой ответ сатириком. Я поведу вас на беремене. Ты знаешь, если его ответ сатириком. После Маяковского. Читайте. После всех. Не все помнят. После Южанина. Не все учились в школе. Я знаю, что вы не все учились в школе. Я думаю, что большинство из вас, конечно, безусловно, в школу не ходило. Тяжелые сельскохозяйственные работы. Подбирание навоза. Да, 20 километров в одну сонну. 20 километров в другую, конечно. Навоза за лошадьми. Они подходили с кулечком, приставленным к анусу лошади. Картошку продавали. И собирали какашечки. Которые потом растирали мелко пальчиками детскими своими. Естественно, вы в школу не ходили. Мои милые дети. Он отвечает потом всем этим, как сказать, говорим. Еще не значит быть сатириком, давать озлобленный совет. Прославленным поэтом лириком, искать и воинских побед. Неразлучаемые с музою, ни под водою, ни в огне. Боюсь, что будем лишь обузою своим же братьям на войне. Внимание, что мы будем обузой. Если мы туда поедем, на войну, щеголять, то мы там будем обузой. Боюсь, что будем лишь обузою. Своим же братьям на войне. Мы избалованы вниманием. И наши ли, пардон, грехи, Когда идут шестым изданием иные нужные стихи? Друзья, но если в день убийственный Падет последний исполин, Тогда ваш нежный, ваш единственный, И я поведу вас на Берлин. Это я помню, да. А там немножко все-таки другая ситуация. Его претензии смешаны. Он слишком нежный наш единственный. Турчин ему отвечает. Он слишком нежный наш единственный для славных подвигов войны. Он избалован преклонением и бедному. Емуль понять, Что как курьё с шестым тиснением, Его стихи идут в печать. И так далее, и так далее, и так далее. Они там писали друг другу непрерывно. Да. Это просто... Куда там ЖЖ? Куда там ЖЖшечки? А мне кажется, наши могут... ФБшечки. Совершенно. Могут. Могут состязаться. Да, да, конечно. Нет, абсолютно нет. Потом останутся несколько постов после всего времени. Состязание Михаила с Прилепиным. Михаил, вы какие люди раньше были, говорит Пелесков. Плоскова с Прилепиным будет состязаться. Но они как-то уже перешли в другую плоскость. Но там всё-таки другая ситуация. В начале века Сергеев всё-таки не полностью соответствует нынешней. Я не имею права произносить, как писал Маяковский. Меня Александр пеняет, что я не сказал, как Маяковский рассказывал, кому он будет в баре носить ананасную воду. А Александр, к сожалению... Или к счастью... Нет, к счастью. К счастью. Я очень рад этому закону. Непристойности запрещены на радио. Это прекрасно. Михаил опять... Михаил, Михаил, я вас умоляю. Ну давайте сменим тему. На какую-то пустую, ерундовую тему. Нет, пусть говорит Михаил. Михаил, вам слово. Два слова. Давайте. Анастасия, было всё то же самое. Было колоссальное количество перед Первой мировой войной ложной мудрости, ложных порывов. И даже царь Николай, при всём отношении к нему, как к интеллигенту, совершил классальное преступление, когда его брат прислал ему письмо. Перед самой мобилизацией, которая на завтра началась, он сказал, Ники, мне не нужна война, и тебе не нужна война. Отмени мобилизацию, я прошу тебя, мы братья. Это Вильгельм написал. И он утром, он всю ночь не спал никого. И утром выйдя на балкон. Я начинаю вас подозревать. И он с Наполеоном на пять минут. Так вот, все эти... Михаил, я начинаю вас подозревать, Михаил. Я начинаю вас подозревать. Вы принадлежите к партии, придворной партии Александра Фёдоровна. Я уже чувствую. Одну секунду. Что вы из придворной партии Александра Фёдоровна. Ай-яй-яй. Да, прошу вас. В его бестиарии, кортеж Орфея, есть о льве. О, лев, с королями ты схож. Так же низко ты пал, как они. И теперь в зоопарке живешь, коротая в Гамбурге дни. Вот это о прилепени, понимаете? А что до Северянина, его судьба была не менее трагична, чем у Маяковского. Я знаю. Более трагично. Ну почему? Великий эстет, который бросил обществу столько правды в лицо. Хотя бы, как эти самые живут, что вот на паре ног. Как хороши, как нежны будут розы моей страной, мне брошенной в гроб. Это сериал. Надуть, нажиться, обокрасть, растлить, унизить, сделать вольно. Какая же им иная страсть, ведь им и этого довольно. Ну там и дальше. Да, 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 да. Прекрасно. Эти-то на паре ног так называемые люди живут себе и имя блок для них погрязших в мерзком блуде бессмысленный и глупый слог. Вот это сказал Северянин. Северянин. Он мог быть так трагичен, что Маяковского еще поучится. Ну хорошо. Хорошо. Слушайте, я в этот момент декламировал, как хороши, как свежи будут розы. В моей страной мне брошены в гроб. В гроб. Это величайший человек, незабытый, незаслуженно. Ну хорошо. И с трагической судьбой. Однажды мы с вами будем выступать как стендаперы по большим клубам, каким-то стадионам, может быть, Михаил. И вместе декламировать. Разыгрывать. Конечно. Потом в конце мы все-таки в томном обществе женском. И как она была у него? Нет, не больше? Не в одном обществе. Нет. Я трагедию в жизни превращу в лизофас, ананасы, в шампанском, ананасы, в шампанском. Из Москвы в Магасаки, из Нью-Йорка на Марс. Мы великолепны с Михаилом. А? В нервном обществе. Как-то там про девушек было, я потом продам. В нервном обществе. Напомню строки эти. Боже, а ножка делает при этом лицо какого-то обдолбавшегося хомяка. Ну а чем ты мне? Представьте себе, что я сижу на корточках. И в узгуси. Смотрю в угол с видом собаки, которая ждет, когда с ним погуляют. В нервном обществе. Среди девушек нервных. Стой, стой, молчи, поэт говорит. Среди девушек нервных, в томном обществе дамском, я трагедию жизни превращу в горизофар.